В самой России есть множество городов, поселков и деревень. Эти населенные пункты просто заброшены людьми. И такое большое количество не только удивляет, а даже пугает. Приехав в такие места-призраки, можно почувствовать неопределенные чувства и увидеть настоящую историю своими глазами. Здесь сохранилась та обстановка, которая была по всей огромной стране несколько десятков лет назад. Города-призраки преследуют нынешнюю цивилизацию и оставляют в памяти уклад жизни прошлого. Только теперь они полностью безлюдны. Город-призрак в России – это уже не новое понятие для людей. Многие знают о существовании таких мест. И их таинственность и загадочность притягивают к себе любопытных туристов. Поехали! Поселок Отрожный Отрожный – заброшенный поселок, бывший поселок городского типа в Анадырском районе Чукотско-автономного округа России. Находится на межселенной территории. Расположен примерно в 200 километрах к западу от Анадыря, на берегу реки Маврина, в отрогах Золотого хребта. Приездки из сопутствующих горных поселок были основаны 10 декабря 1964 года после обнаружения золота в этом районе. Как и многие подобные поселения, на Чукотке ликвидировано в 1998 году, когда добыча золота перестала быть экономически жизнеспособной. В 32 километрах от Отрожного действовала тропосферная радиорелейная станция 7-104 Горький. Поселок Шамейное Бывший поселок в Алапаевском районе Свердловской области. Разъезд Алапаевской узкоколейной железной дороги находился в восточной Туры, в глубине Зауральской тайги. Шамейное было гораздо старше Калача и всех окрестных поселков. Люди поселились здесь задолго до индустриализации, перенесенной Алапаевской УЖД. Не помышляли ни о каких лесозаготовках и жили полноценным крестьянским хозяйством, расчистив от леса обширные поля вокруг села. Когда-то здесь была деревянная церковь-часовня до 1970-х годов, то есть почти до упразднения. На высокой горе около Шамейного стояли ветряные мельницы. Сейчас на этом месте тихо. Еще до перестройки и всеобщего развала Шамейное, которое населяли около 150 человек, было объявлено неперспективным и закрытым, а его жители перевезены в Калач и Санкино. Сейчас на этом месте лишь большое поле, постепенно зарастающее с краев. Люди появляются здесь лишь на пару недель в летнее время, в пору Синакоса. Поезд Санкино-Калач глухой ночью не останавливаясь, проезжает мимо немногих сохранившихся остатков когда-то бурлившей жизни. Поселок Урья-3. Октябрьский или же Урья-3 военный городок в составе муниципального образования ЗАТО Первомайский. Географически расположен на территории Слободского района. Первомайский Урья-2 55 км, от города Слободского 56 км. Является местом проживания офицерского состава ракетных войск стратегического назначения РВСН. Состоял из 4-5 этажек, примерно по 80 квартир, школы, детсада, поликлиники, магазина, клуба, прачечной и котельной. В паре километров есть площадка 41. Также растащена собирателями металла и прочими господами-собирателями. Октябрьский был закрыт и расселен в связи с расформированием войсковой части в 2002-2003 годах. По некоторым данным, последние жители выехали оттуда в 2005-2007 годах. Расформирование частей РВСН связано с сокращением ядерных вооружений после подписания соответствующих договоров между Россией и США. Стартовые площадки с шахтами для межконтинентальных ядерных ракет были уничтожены военными. А все, что осталось из строений, было разобрано на кирпичи и чермет мародерами. Поселок Угорский шар Пролив Угорский шар – очень красивое и интересное место. Он отделяет крупный остров Вайгач от материка и является одновременно сразу двумя важными географическими границами. Связывает Баренцево и Карское моря. Плюс в районе пролива находится северная граница европейской и азиатских частей света. Угорский шар – один из двух основных судоходных проливов Северно-Морского пути. Наряду с более северным и широким проливом Карские ворота, проходящим между оконечностью Вайгача и архипелагом Новая Земля. В зависимости от судоходных условий и ледовой обстановки, суда из Баренцево в Карские моря идут либо через один пролив, либо через другой. Полярная станция «Угорский шар» была основана еще в 1913 году и долгие годы была одной из многочисленных советских арктических гидрометеорологических полярных станций. Ее законсервировали 80 лет спустя, в 1993 году, а вскоре после этого на закрытой станции была организована пограничная застава, просуществовавшая до начала 2000-х годов. Потом пограничную заставу перевели в Амдерму, а строения бывшей полярной станции на Югорском шаре стали нежилыми. Сейчас от них остались руины. Климат на берегу Югшара очень суровый и нежилые строения разрушаются очень быстро. Поселок Слюда Слюда – бывший поселок в Кавдорском районе Мурманской области. Поселок был образован в середине 30-х годов прошлого века, когда в Кавдорском районе были обнаружены большие залежи слюдяных руд. Для их разработки был создан кабинет Кавдор Слюда, имеющий шахты и карьеры в поселках Слюда, Рикалатва, Йонгский и в городе Кавдор. Расстояние от районного центра 42 километра. Расположен у подножия горы Лейпа-Тунтури. В начале 90-х годов правительство РФ снизило пошину на ввоз дешевой индийской слюды в страну, чем незамедлительно воспользовались индийские компании. Российские же не могли выдержать низкую ценовую планку, поэтому стали закрываться. А с ними вместе стали погибать шахтерские поселки. Не смог избежать этой же участи и поселок Слюда. Кавдор Слюда распался, рудник Йона затопили, людям предложили покинуть населенный пункт. Постоянного населения нет, однако имел статус населенного пункта до 2007 года. В 2006 году статус населенного пункта сначала оставили, несмотря на фактическое отсутствие жителей. Поселок Корф. Корф – портовый поселок в Алюторском районе Камчатского края. Расположен на берегу залива Корфа-Берингово море. На длинной узкой песчаной косе напротив районного центра Теличики. 21 апреля 2006 года Корф был разрушен сильным землетрясением магнитудой 7,8 баллов. Более 800 семей было эвакуировано. Так как, по оценкам экспертов, поселок не подлежал восстановлению, предлагалось его закрыть и расселить людей в соседних поселках. Работа по закрытию поселка Корф и переселению его жителей в безопасные районы были начаты в 2006 году на основании научного заключения специалистов Института физики земли РАН имени Шмидта, которые признали, что этот населенный пункт находится в цунами и сейсмоопасной зоне и для проживания людей непригоден, в том числе в связи со снижением уровня Корфской косы над уровнем моря более чем на 1 метр. В 2006 году губернатор Корякского автономного округа издал постановление о закрытии поселка Корф. В том же году был проведен опрос жителей населенного пункта, которые проголосовали за закрытие поселка. В декабре 2006 года окружная дума Корякского округа приняла закон о закрытии населенного пункта Корф. На сегодняшний день выполнены все необходимые действия, однако около 335 человек по тем или иным причинам все еще проживают в поселке. Поселок Садон. Поселок в Вологирском районе республики Северной Осетии Алания. Входит в состав мизурского сельского поселения. Поселок был построен в первой половине XIX века на месте разработок полиметаллических руд. В 1886 году Садонский рудник был сдан в аренду Бельгийскому промышленному и химическому обществу сроком на 60 лет. В годы перестройки добыча руд здесь была приостановлена ввиду нехватки финансирования и истощения месторождения. В 2002 году солевыми процессами поселок был практически уничтожен. Жителям выплатили компенсации и отселили, однако позже часть из них вернулась в поселок. В 2004 году действующего тогда президентом республики Северной Осетии Алания Александром Засоховым и генеральным директором Уральской горнометаллургической компании Андреем Козинцыным подписано соглашение о возрождении садонского горно-рудного предприятия и включение его в состав ОАО «Электроцинк». В 2013 году садонское сельское поселение с административным центром в селе Садон была упразднена и передана в состав Мизурского сельского поселения. Поселок Бараниха Бараниха – бывший поселок городского типа в Чаунском районе Чукотского автономного округа России. Назван по русскому названию реки Раочуа. Расположен в отрогах Раочуанского хребта на правом берегу реки Раочуа. Расстояние до районного административного центра составляет 210 километров. На базе разведданных в начале 1960-х годах «Росыпи и золото» был создан приезд к имени 22-го съезда КПСС. И при нем в 1962 году основан поселок Горняков Бараниха. В поселке имелись средняя школа, почта, узел связи, магазин «Поляр Торга», аэропорт. Поселок признан нерентабельным и закрыт в 1999 году. Поселок Озерхон История военного поселка начинается в эпоху Холодной войны. Времени, когда в количестве и качестве танков, самолетов и ракет соревновались две системы. В результате по обе стороны океана вырастали все новые и новые военные гарнизоны. Порой расположены там, где Маккар Телят не пас. В 1960 году поселок Озерхо обозначился рядком сборно-счетовых домиков, называемых в народе финскими. Появилась первая казарма. Параллельно с деревянными домами начали возводить капитальные каменные здания. В них разместились штаб, школа, столовая и дизельная станция. В конце 60-х, в начале 70-х в Озерхо вырос первый на полуостровах пятиэтажный дом со всеми коммунальными удобствами. Напротив него офицеры и прапорщики в личное время построили первый на полуострове хоккейный корт. Озерхо – боль всех рыбаченцев. Как трудно рождался этот поселок, как светло и радостно жил в суровом краю, и как тяжело и нелепо умирал. То, что было грозой для блока НАТО в 60-е, переросло в ряд исторических экспонатов в 90-е. За годы существования зенитно-ракетной комплексы, находящейся на среднем и рыбачьем, устарели морально и тактически. В конце 80-х, в начале 90-х годов их стали сокращать. В заброшенных поселках оставались дома, техника, оборудование. Как будто смертельная удавка затягивалась вокруг Озерко и других гарнизонов. Командир бригады Александр Гладких до последнего не верил, что заслуженная воинская часть, получившая в боях звание «Гвардейской», может быть сокращена. Осенью 1994 года последняя группа солдат и офицеров покинула поселок Озерко. Наступил период погрома, всего, что с таким трудом создавалось годами. В это время проявились худшие черты национального характера – брать все, что плохо лежит, бить то, что не унести. Поселок Абор-1. Большой вертолетный аэродром и военный городок были расформированы в 1997-1998 годах. Абор-1 разделен на три больших сектора. Экс-досы, гарнизон, плац с памятником Ленину, взлетная посадочная полоса. Экс-досы сейчас стоят без дверей и окон. Сантехнику и батареи растащили предприимчивые граждане. Доски с пола ушли на растопку печи в КПП. Плац, памятник и окружающие его здания сохранились частично. Постройки вдоль ПВП в плачевном состоянии. Рядом с полосой можно найти куски углепластика с вертолетной обшивки. Пишите в комментах, в каком городе или поселке живете вы или где родились. И как у вас там сейчас. Все ли в порядке. До скорых встреч. Пока.